Добрый день! Если кто из вас не знаком с грузинской кухней, то начните это знакомство именно с харчо. Сытное, густое, невероятно вкусное первое блюдо, радующее всех его любителей уже не один век. Говядину промываем и кладем в кастрюлю. Я взял немного грудинки с костями и добротную мякоть. Добавляем одну небольшую цельную головку лука, связанные стебли кинзы, пару штук лаврового листа и душистого перца горошком. Одну столовую ложку соли. Ставим на максимальный огонь, доводим до кипения, убираем пену и оставляем вариться на 2,5-3 часа. После того, как мясо сварилось, уберем кинзу и лук. Мясо выложим на тарелку и дадим немного остыть. Бульон следует процедить, чтобы в нем не осталось никаких мелких костей. Берем круглозерновой рис. Он необходим для загущения супа. Перебираем его, промываем несколько раз и замачиваем водой на 15-20 минут. Репчатый лук сначала нарезаем четверть кольцами, затем мелко рубим его. Лука в супе должно быть много, от этого он будет гуще и насыщеннее. В сковороду добавляем растительное масло и обжариваем лук на среднем огне. Сильно обжаривать не стоит. Достаточно, чтобы он немного обмяк и стал прозрачным. Берем 400 грамм томатов в собственном соку или просто свежие помидоры. Разомнем их вилкой. Томаты дадут необходимую кислинку и яркий цвет блюду. Перетертые томаты соединяем с луком. Добавляем приправы. Одну столовую ложку сладкой паприки и одну столовую ложку традиционного хмели-сунели. Также добавим немного молотого черного перца. Все приправы перемешиваем. Харчо это всегда кислая основа, поэтому обязательно добавляем кислого и пряного соуса ткемали. 4-5 столовых ложек. Мелко порубим 5-6 зубчиков чеснока. Чеснок можно либо мелко порубить, либо пропустить через пресс. Отправляем его тушиться. Грецких орехов нам потребуется 150 грамм. Перед тем, как их обжарить, переберем их и удалим все остатки скорлупы и перегородок. Обжаренные орехи разотрем в ступке до состояния ореховой пасты. Готовую смесь отправляем в заправку. Если заправка получилась сильно густой, то можно разбавить ее немного водой или бульоном. Оставляем все тушиться на 10 минут. Вливаем в чистую кастрюлю процеженный бульон. Говядину перебираем, срезаем все пленки и видимый жир, удаляем все кости. Мясо нарезаем кусочками средних размеров. Сильно мельчить не стоит. Мякоть говядины настолько хорошо проварилась, что буквально разваливается на волокна. Нарезанное мясо возвращаем обратно в кипящий бульон. Готовую заправку опускаем в кастрюлю. Добавляем 5 столовых ложек промытого риса и оставляем харчо вариться на 15-20 минут. За это время рис разварится и придаст супу густоту. А пока нарежем немного острого перца. Удаляем из него все семена. Я использую лишь половину его стручка. Любители остроты могут нарезать перца чуть больше по своему вкусу. Порезанный перец опускаем в суп. При необходимости добавим немного соли. Листья кинзы и петрушки необходимо отделить от стеблей и мелко порубить. После полной готовности снимаем харчо с огня и дадим ему немного отстояться. Суп готов. Сытно и очень просто. Харчо это необычный суп. В отличие от других супов он должен получиться очень густым, пряным, острым, с обилием чеснока и зелени. Разливаем его по тарелкам и подаем обязательно с грузинским лавашом. При желании можно добавить сметаны. Приятного аппетита!